Здарова, народ! Всем привет! Сегодня мы приступаем к обустройству кровли. Будем натягивать тряпку, она же гидроизоляция. Также будем прибивать контрбрусок и обрешетку под металлочерепицу. Для своего дома мы выбрали металлочерепицу, поэтому перо кровли у нас будет следующий. На стропильную систему натягивается ветровлагозащитная мембрана, она же гидроизоляция. Она будет отводить конденсат, который может попадать от металлочерепицы и защищать утеплители от влаги. Дальше набивается контробрешетка, у нас это брусок 50 на 50 миллиметров. Это нужно для того, чтобы был вентиляционный зазор между обрешеткой и гидроизоляцией. И далее на брусок уже набивается обрешетка, а затем и металлочерепица. Гораздо удобнее утеплять крышу перед монтажом кровли. Сначала натягивается пароизоляция, потом укладывается утеплитель, сверху уже ветровлагозащита и так далее. Но нашей дождливой погоде наплевать, что нам там удобнее, поэтому будем уже утеплять после того, как будет крыша в тепле и сухости. Мы заранее смонтировали выносные балки, закрыли их ветровыми досками. На них будет прибиваться мембрана, брусок и обрешетка. В дальнейшем это все закроется вторым рядом ветровой доски. До того, как мы расстелим здесь мембрану, мы смонтировали капельник. К нему будет приклеена мембрана с помощью специальной двухсторонней ленты, и конденсат будет свободно уходить. Капельник крепим на 50-й оцинкованные гвозди. Так как мы немного побаиваемся высоты, и чтобы не двигать постоянно вышку, чтобы не передвигать лестницы, мы решили сделать леса строительные. От опалубки нашего фундамента осталась доска 150 на 50, а из дюймовки делаем укосины. Крепим конструкцию на саморезы и гвозди. Два дня мы потратили на изготовление этих лесов. Получились они крепкие, и работать на них удобно. Разбирая старые леса внутри нашего дома, дома заметил, что из четырех саморезов только один остался целый, все остальные лопнутые, поэтому наши новые леса наружные мы скрепили на саморезы и на гвозди, на всякую случку. Итак, обрешетка у нас будет из доски 100 на 25. Купили мы ее еще и летом. За лето она у нас высохла, но пошли дожди осенью, и она где-то местами начала немного чернеть. Все доски я обработала антисептиком через аккумуляторную мини-мойку. Это было очень удобно. Вензазор у нас будет из сухого бруска 50 на 50. А в качестве гидроизоляции будет вот такая вот ветровлагозащитная мембрана. Она очень плотная и крепкая. Так как ширина мембраны 150 см и 15 см составляет перехлест рядов, заранее напиливаем бруски 135 см. И для удобства набиваем сотые гвозди. Ну что ж, приступаем к монтажу гидроизоляции. Длина нашего ската 14 метров, а ширина 4,8. Проклеиваем клейкую ленту по капельнику и начинаем раскладывать мембрану. Дело это не быстрое, и хорошо, что в тот день не было ветра. Мембрану временно крепим степлером. И очень важно не перетянуть мембрану. Нужно, чтобы она свободно лежала. Потому что в зимнее время этот материал имеет свойство сужаться, и тогда, возможно, не очень хорошие последствия. Также мембрана не должна сильно прогибаться, потому что при больших порывах ветра ее может очень сильно колбасить. Это может доставлять как шумовой дискомфорт, так и, возможно, она имеет свойство даже и порваться. Приклеиваем нашу тряпку к капельнику, чтобы от ветра она не бренчала. Бруски можно было запилить под углом, но мы оставили их так и отравняли их с помощью уголка. Кстати, и первый ряд обрешетки точно так же равняется с помощью уголка. Так как длина кровли у нас 14 метров, в ряду у нас будет 3 доски. Рулеткой промеряем размеры досок и отпиливаем их заранее. Первый ряд обрешетки прибиваем по натянутой веревке, так как доски достаточно кривые. Обрешетку крепим на сотые оцинкованные гвозди, так, чтобы гвоздь пробивал брусок и входил в ферму. Чтобы металлочерепица легла ровно и зрительно более-менее было все прямо, мы с помощью правила выравниваем нашу обрешетку. Смотрим, где бруски завышаются, а где занижаются. И там, где у нас слишком высокие бруски, мы с помощью ножовки и реноватора подпиливаем и уменьшаем их высоту. А с помощью гвоздика мы, подкладывая его под обрешетку, поднимаем там, где у нас брусок ниже. И, кстати, стыки обрешетки мы делаем в шахматном порядке. Это нужно для надежности, чтобы все соединения не приходились на один брусок. А теперь самое важное. Вынос листа черепицы у нас будет 5 сантиметров. Поэтому между первой и второй доской делаем шаг чуть меньше, чем между остальными. У нас это расстояние 28 сантиметров. Примеряем его либо от начала до начала доски, но лучше это делать от середины до середины доски. А третий ряд обрешетки крепим с шагом, равным длине волны черепицы. У нас это 35 сантиметров. Для пребывания обрешетки можно было использовать деревянные шаблончики всякие, но наши доски настолько разного размера, что я решил, что проще будет использовать просто рулетку. И замеряя от верха до верха. Также с рулеткой удобно проверять по центрам, потому что вообще-то нужно мериться по центрам, так как куда-то будут вкручиваться саморезы. Ну и можно всегда примерить не просто от верха последней до предпоследней, но от верха и последней, и предпредпоследней, предпредпоследней. То есть перепроверяя себя нижними досками. На подмогу пришли друзья, чтобы наша работа ускорилась. Перехлёст мембраны также проклеиваем двухсторонней лентой для герметизации. Ох ты, ёлки! Чё-то в этот раз, короче, ветер не даёт нам нормально натянуть тряпку, поэтому, чтобы её не сорвало, крепим сразу на бруски. Продолжение следует... Пока погода не даёт нам работать на крыше, потому что дует сильный ветер, тряпку никак не натянуть. Мы параллельно занимаемся у нас здесь полами. Полы у нас будут по грунту, поэтому завозим сюда много-много песка и распределяем его разными кучками. Плантик — это бывший бренд Fiskars. Это те же самые лопаты. Материал дизайна производства осталось прежним. Используем лопаты этого производителя уже очень давно. Они лёгкие, удобные. Мы копали ими и щебень, и песок, и глину, и землю. Ручка удобная, не скользит, не натирает руки. Черенок надёжно приварен. Острое лезвие выполнено из нержавеющей стали. А укороченная лопата компактная, удобно хранить в машине и брать с собой в походы или в поездки по бездорожью. Плантик даёт на свои лопаты гарантию 3 года, а заказать можно на Яндекс.Маркете по ссылке в описании. Ну а мы продолжаем. Ну что, первый скат мы завершили и переходим на второй. Снова заранее напиливаем все бруски и набиваем на них гвозди. Натягиваем мембрану и проклеиваем изоленту по капельнику. С помощью натянутой верёвки крепим первый ряд досок по уровню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я сделала себе самодельные наколенники Просто обмотала скотчем утеплитель Или что это? Пенку вот эту вот И все, в путь Музыка Музыка Ну что, мы подошли к коньку До конька у нас осталось совсем небольшое расстояние И целого полотна мембраны будет очень много Поэтому мы Перехлестнем полотно на вторую сторону И закроем одним полотном весь наш конек У нас остались остатки нашей мембраны Но делать из кусков конек мы не будем Купили целый рулон Чтобы перекрыть сразу весь пролет Но другого производителя уже На фронтоне, где у нас закреплены кобылки Мы формируем место для крепления бруска У самого конька Крепим дополнительный ряд доски Чтобы к нему потом прибивать планку конька Ну что ж, проверили мы расстояние между обрешеткой У нас получилась погрешность до 1 см Где-то ее там по краям вообще нету И в центре где-то там плюс-минус гуляет 1 см Но в общем все в допуске Нейлер мы не покупали Потому что забивать гвозди на крыше нам и с молотком Было страшно там передвигаться А с нейлером пока этот шланг Пока его там тоже перенесешь Не намного быстрее бы мне кажется Это у нас получилось Плюс еще стены у нас из газобетона Дальше нам он вряд ли бы понадобился Так что молоток наше все Ну что, обрешетка вроде бы готова Но остается один вопрос Нужна ли дополнительная обрешетка под снегозадержатели? По инструкции снегозадержатель крепится строго под волну металлочерепицы А значит он попадает в нашу обрешетку Для чего нужна дополнительная обрешетка? Если вы знаете, напишите в комментах Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, остались небольшие видео? И мы будем приступать к укладке металлочерепицы А на сегодня у нас все, друзья Не забывайте подписаться на наш канал Если вы еще этого не сделали Поставить лайк Ну и написать нам что-нибудь, как всегда, приятное в комментариях Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok